Друзья, добрый день! Меня зовут Киреичев Олег, вы на канале Автопокраска. Сегодня у нас необычный ролик, сегодня у нас интересная гостья, розыгрыш в 5000 рублей. Мы хотим поменять формат нашего канала, и для этого мы пригласили соведущего. Саша, это маляр, колорист и просто симпатичная девушка. Продолжение следует... Саша, привет! Заходи! Привет! Привет! Как добралась? Прекрасно! Отлично! Ну, наконец-то ты у нас в учебном центре. Здесь мы занимаемся обучением цветоподбору. Также мы учим здесь подготовщиков и колористов. Есть все необходимое оборудование, покажу тебе чуть позже. Я посмотрел твой инстаграм, вижу, что ты работаешь и с подбором цвета, и с окраской. Ты расскажи, как ты в эту профессию попала? Я, значит, устроилась работать в салон на Вольво в продажу непосредственно. То есть администратор службы продаж. Вроде как вот ты сидишь, у тебя машины, везде машины, все говорят про машины. Вроде как вот то, что хотела, но было что-то не то. В итоге дело кончилось тем, что я пошла работать к ролистам-механикам, к ролильную команду. Механикам-интернам. У нас в МАДИ на первом этаже висело объявление, что в команду требуются интернные студенты, там всему научным, даже за какие-то денежки там небольшие. Это ролисты, в общем-то, пожалев меня, сразу мне вручили в руки краскопульт, что ты будешь у нас маляром. Я говорю, я красила на даче забор, теплить. Там первая машина, по-моему, отвалилась через два часа вся краска с нее. А там разве больше надо, чтобы она держалась? Ну, желательно просто, чтобы хотя бы она доехала до какого-то, хотя бы выехала из бокса, как минимум. Это был Land Cruiser 80, полностью переделанный под трофи-рейды, под тяжелый. В итоге, в общем-то, это первый был вот толчок, потом уже потихонечку я стала ездить там на гонки, на соревнования, какие-то мероприятия. И, в общем-то, как-то потихонечку стали подтягиваться какие-то знакомые. И, в итоге, я купила себе машину, так скажем, спортивную, и на него стала делать комплект пластика. И в Москве на тот момент было попасть им пересчитать место, где можно было сделать стеклопластиковый бампер. Я приехала к человеку, в общем-то, начала к нему там одну детальку, вторая детальку. В общем, потихонечку-потихонечку стала к нему ездить. Потом мне этот бампер очень быстро раздолбало, поехал на новом. Он открыл, спустя время отдельно расширился, и столько производства стеклопластика. Он сделал большущий сервис. Вот, он меня пригласил работать в этот сервис. Работала я там вообще, на самом деле, на приемке. И, в итоге, когда запустили кузовной участок в сервисе, ребята, маляры просто сказали, говорят, а давай ты у нас будешь колористом. Я говорю, а что это такое? Говорят, ну будешь там краски делать. Я говорю, ну, в смысле я буду краски делать? Вон они стоят, а что их делать? Уберите, крастьте. Они говорят, да нет, ну там надо цвет подобрать. Я вообще тогда не особо не заморачивалась. До этого момента, в принципе, я думала, что вся краска, она уже такая. Вот, как и на машине, на нее уже можно купить. Я раньше так не ездил. На каждой станции, оказывается, есть специальный человек, который знает, как это все дело работает, и вот как это все делать. Вот, и, в общем, ребят сказали, давайте у нас будешь колористом. Я говорю, ну, давай. Меня отправили на обучение, если честно, сейчас я уже очень смутно помню, как это вообще все происходило. То есть, как бы, в Европроект, РМ, краски, бас, в конце. Я потом пошла на другую станцию, на третью, на пятую, и, в общем-то, вот так вот пошло, пошло, поехало. А краска когда началась? К этому всегда у меня была какая-то тяга, я даже не знаю, никогда неинтересно было рисовать, например. То есть, ты и готовишь сама? Нет, вот готовить, я принципиально все это делаю, и умею, и знаю, но не люблю очень сильно этим заниматься. Как вы тебя понимаете? Ну, да, может быть, череватый, но и раз, но тем не менее. В какой-то момент я стала сама попрашивать у маляров, что-нибудь дать, что-нибудь попробовать, дать, что-нибудь покрасить. То есть, вот в таком каком-то формате мне что-то там, раз, как-нибудь бомберочек дадут себе, что-то в конце концов сделать. Стала работать технологом в очень крупном химическом концерне, и у нас там, в принципе, на покраску уже поставили акцент. Нас начали нормально учить, учить подготовки, учить уже окраску, учить окраску всяким сложным цветам. Потому что для тех, кто в бизнесе, и для тебя, наверное, теперь тоже не секрет, что мы работаем, в том числе с европейским материалом, и у них неразрывно связана окраска и цветоподборка, то есть у них это делает один человек. А у нас в России и в СНГ, будем так говорить, ментальность такая, что подбирает почему-то один, красит почему-то другой. Ну, потому что недостаточно по коду слить, а что не подходит, то в переход покрасить, и все. Да. У нас так, конечно, никто не хочет делать, никто не хочет заморачиваться, страховая не платит, и все, пошло, поехало. Это достаточно, потому что у них ограниченный модельный ряд, а у нас здесь очень-очень много машин, богатый выбор, да, и разные-разные цвета, в том числе проблемные цвета. Да, вот, и, в общем-то, так пошло-пошло-поехало, потихонечку где-то начала уже сама красить, уже стала какие-то брать, такие, вот, мотоцикл кому-нибудь покрасить, какие-нибудь небольшие детали кому-нибудь покрасить, себе что-нибудь покрасить. Ну, и вот так вот потихонечку, потом какое-то время не работала по некоторым причинам, и после этого внезапно вышла и стала работать прям маляром на станции, прям вышла в смену работать с маляром, вот. Это было прикольно, но не очень-то, то есть, как бы, у меня огромная была разница в часах с моим напарником, то есть, мы работали каждый в свой котел, и, соответственно, у него там было, там, 270 часов, допустим, у меня там вроде 40, потому что я красила только черный, только новый, то есть, ну, короче, в своей такой истории абсолютно. И сейчас, в принципе, работаю колористом на дилерской станции. Еще я очень хорошую подметила для себя штуку, что когда ты начинаешь красить больше, чем тесты, большие панели, а тем более, когда ты начинаешь красить настоящие машины, когда ты уже начинаешь понимать, что такое покрасить в цвет, то есть, одно дело это подобрать, а другое дело это еще покрасить, то есть, ты на стадии колировки уже начинаешь думать, как, например, если ты красит под маляра краску, ты уже начинаешь думать, как ему жизнь упростить, если ты, например, видишь то, что она очень склонна к яблочности, как ее сделать, чтобы все получилось. Так, ладно, мы все обо мне, обо мне, расскажи ты мне, пожалуйста, о своей работе и о том, чем занимаешься на канале, чем он может быть полезен и чем я могу быть вам полезен. Смотри, если ты обратила внимание, сайт Автопокраска – это интернет-магазин, там продаются логокрасочные материалы, кстати говоря, не только брендов, которые наша компания представляет, но абсолютно различных брендов, вот как раз любой из маляров, любой из колористов может выбрать материалы, которые ему нравятся, которые ему подходят, и кроме того, конечно же, мы здесь в учебном центре можем людей научиться пользоваться этими материалами и смешивать краски. Сейчас есть идея тестировать материалы с привлечением стороннего человека. Я обратил на тебя внимание, потому что у тебя есть опыт, он уникальный, и кроме всего прочего, ты еще симпатичная девушка. Поэтому будем тестировать и показывать преимущества материалов тех или иных, или их недостатки. И путь в профессию очень часто, зачастую, у молодых людей, у девушек, у мужчин, у женщин, он лежит через какие-то небольшие сервисы, или через какие-то колерные магазины, и где человек научился делать, как он понимает, или как делал его предшественник. Да, неправильно, как делал его предшественник, да, то есть вся эта работа по наитию. Сам себе набивал шишки, и к нему приходило понимание, что, ну вот так вот я сделать могу, а так вот нет. Так вот, сегодня есть возможность, в том числе, используя и наш учебный центр, попасть на обучение к представителю, к дистрибьютору, к поставщику на три дня, на пять дней. Это будет очень хорошая практика, где ты научишься не просто правильно использовать материалы, и не просто правильно смешивать краски, где ты поймешь, по какой системе это делается, для чего это делается, и какой результат у тебя будет в итоге, если ты будешь делать что-то правильно, как рекомендуют тебе производитель-поставщик, и какой результат у тебя получится, если ты будешь наносить эпоксидный грунт на кислоту. Это извечная, больная тема просто. Ну хорошо, раз теперь я тоже ведущая, и вам хотелось движухи, то давайте делаем движуху, и давайте разыграем деньги. Если ты хочешь выиграть 5000 рублей, подпишись на наш канал, оставь комментарий 1 ноября, результаты в прямом эфире на нашем канале. Они хотят, чтобы вот так сейчас деньги летали. Фу, хорошо, вы не успели. Сейчас еще пять раз, и все получится. Друзья. Друзья. Потом. Подпишись. Подпишись.